Велосипедист Говорят, что слова принадлежат какому-то политическому действию. И во многом веселая и активная тусовка велосипедистов с ними согласна. Кто они, эти двухколесные разрушители российской экономики? Все увидим своими глазами. Вот так каждый день Алексей Левин уезжает на работу. Шесть километров в одну сторону, шесть обратно. В душе песни, в ушах свист ветра. Все, о чем мечтал с детства. Лет в семь я катался по этому двору и нарабатывал технику. Я помню, что у меня впервые получилось на двух колесах ездить. Именно вот в этом месте. Почти 40 лет назад. Вот как-то так. Но это естественно, я думаю, для мальчишки, для любого желания быть на велосипеде. Что тут такого? Это были какие годы? 80-е, 90-е. То есть, как-то себя назвать человеком, который ни в чем себе не отказывает, я не могу. Во-вторых, такой цели, чтобы иметь четыре колеса, которые есть у многих, у меня как-то никогда и не было. То есть, я вот этим не болел и до сих пор не болею. Вот хочу машину, любую, но только чтобы машина была. Вот этого не было. Четыре колеса, это Алексей говорит о машине, меняют человека. Та свобода, о которой так мечтают автомобилисты, портят постоянные поиски парковок, страх перед автоугонщиками. А еще ведь есть платежи за бензин, за страховку, техобслуживание. Но это личное дело каждого. Свой образ жизни Алексей никому не навязывает. Тем более, что зимой все-таки приходится пользоваться общественным транспортом. Что изменилось за эти годы? Как бы экипировка, вот эта одежда спортивная, термобелье, они помогают не мерзнуть. И, допустим, начинается сезон в апреле, заканчивается в декабре. Вот как бы я вот в этом сезоне впервые это сделал. И это больше психологический какой-то страх. Просто все это реально, как бы, не замерзнуть. При правильном снаряжении можно не замерзнуть и вполне себе кататься. Экономить время, значит экономить на эмоциях, а еще на собственном здоровье. Минимум 40 минут в день крутить педали, значит сбросить лишние килограммы. А еще увидеть то, что пешеходу или владельцу модного седана недоступно. В этом месяце, то есть случайной встречи, я уже забыл, как его зовут. Он мне показал очень интересный маршрут. Очень красивый маршрут. Значит, ну всего я потом посчитал, где-то километров 30 получается. Но там такая красота, то есть открывается, ну я не знаю, то есть каких-то 40 минут от этого места, и ты получаешься на луне природы, совершенно в другом мире. И как-то невозможно даже поверить, что где-то тут город рядом. Алексей Соратников не ищет. Поездка на велосипеде способ развеяться и подумать о чем-то еще, кроме бытовых проблем и мировых катаклизмов. У кого уж точно жизнь бьет ключом и вертит педалями, так это у Анатолия Васина. Пенсионер-велотурист объехал на своем двухколесном байке почти всю Россию. Калининград, Мурманск, Севастополь. Все те места, где есть базы нашего морского флота. Анатолия Васина среди мордовской тусовки так и зовут. Велолегенда. Он из поколения детей войны, которому просто повезло после победы прокатиться на дефицитном велосипеде. Где они набрали велосипедов в то время? Это был, я сейчас вам скажу, какой год. Это, наверное, было 1953. На следующий год после смерти Сталина что-то вот так вот, да. 1953 год. И вот они, человек наш, 15 было. Где набрались только велосипедов? Удивительно. Мы еще, пацаны, там лет по 14-15 вот такие вот. И поехали на Синие горы. Там есть у нас Синие горы. Но Урал сам по себе природа очень красивая. Ну, естественно, мы столько крутили. А там нас сопровождали машины, автобусы. Взрослые, которые ставили палатки там. И вот этот поход, мы до Синие горы дошли. Там надо было до Синие горы идти 70 километров. Мы дошли где-то там километров 30. Там остались, а человек 5-7 вот таких шустреньких. Ну, кто посильнее был, поспортивнее. Мы дошли до самых Синие горы, там полазили, посмотрели. И вот это впечатление, все во мне так, это вот интерес к велосипеду к этому возбудил. После 2000-х Анатолий Васин вновь побывал на тех самых Синих горах. Но уже с полным боевым комплектом и массой других впечатлений. 4000 километров от Чамзенки до Урала он не проехал, пролетел. Хотя на своем языке велосипедисты говорят, маршрут прошли. Под седлом десятки лет был харьковский турист. И только последние 12 он ездит на профессиональном ПЕЛД-650. Что означает, это аббревиатура, расшифровать могут только профессионалы. А известный мордовский велотурист в своем деле разбирается с точностью хирурга. Таких экстремалов, что в одиночку ездят по стране, десятки. И они для велосипедистов настоящий кладезь истории. Особенно, когда дело касается других регионов. Возле Казани садовый участок. Говорят, вот там есть сторож и там есть пост милиции. Ну вот я туда подошел, спросил, а тут там человек 30 милиционеров. Ну татары в основном, это по национальности. Вот я подошел, мне сказали, вот Гланову подошел. Я Гланову подошел, а там они справляли день рождения. Вот там у Полковника. Я подошел, объяснил. Он говорит, он, иди к дежурному. Он тебе там и правда. Так приняли. И мне и комнату освободили для ремонта. И спать уложили, и накормили. И даже водкой угостили. Ты, говорит, пьешь? Я говорю, немножко. То есть дело не в национальности, а дело в человеке. Разбирая аккуратно сложную стопку пакетов с фотографиями, с аккуратными надписями «Байкал», «Мурманск», «Брест», Анатолий Ивасин рассказывает, что для него один и тот же маршрут уже неинтересен. После выхода на пенсию он стал ездить больше. Соседи удивляются. А у него серьезная поддержка. Вон, Галина Ивановна. Ее здесь, в этом доме все. Да как ты его отпускаешь туда далеко, да то да сё. Да еще деньги столько уходит. Анна говорит, а что я его держать? Он что, у лавочки сидеть будет, водку пить? Пускай идет. Это его, говорит, хобби. Это его такое увлечение и все. Она молодец у меня. Она у меня и спонсор, она у меня и тренер, она у меня и врач мой. То есть и за питанием следит за вашим? То есть определенно может быть как-то сейчас у питания? Никогда не поддерживается никакой диеты. Я же говорю, мы дети войны. Какой там диет или что, что попало, то и кушай. Он говорит, что велосипедное хобби – это смысл жизни. Уверен, от болячек не спасет. Зато боевой дух настроит. Вот и сегодня Анатолий Петрович, несмотря на погоду, идет в заветный чулан, выводит велосипед и отправляется в мини-поход. На разогреве перед следующим стартом. Скоро у давних соратников Николая Бершина и Васина намечается поездка по Мордовии. Единомышленники отмечают, ходить с Васиным даже в дальние края готова хоть сейчас. Такой добрый и легкий нрав у этой легенды велотуризма. Когда обычный человек слышит слово «велотуризм», он мысленно рисует себе такую картину. Раннее утро молодая пара садится на велосипед и едет по тихой асфальтовой дороге, мирно болтая и улыбаясь друг к другу. Идильская картинка дополняется живописными градками и рыцарскими замками. На самом деле уже давно придумали классификацию всем велопробегам и туристическим поездкам. И только заядлые велосипедисты могут рассказать, как сложно ехать в городском автомобильном потоке, учитывать правила и находить тех самых единомышленников, чтобы с толком провести выходные и увидеть красоту окрестностей своими глазами. Михаил Волков в велосреде тоже известный человек. Кататься начал в 2005 году. Компанию себе не искала. Она нашлась сама. Как и многие другие, любовь к велосипеду пришла из детства. Жажда скорости и желание обогнать время. Но если для детей любовь к велосипеду уже радость, то для взрослых надо учитывать все нюансы. То есть это не велосипед с проката, где и колени до ушей достают, и седло жмет, и руль не такой. Тут, как говорится, под человека настраивается. Когда вы садитесь на такой же хороший велосипед другого человека, вам уже как-то не то, потому что он другой, чужой. И в данном случае велосипеды из проката это вот так вот просто на каруселях прокатиться в парке. Лучше, конечно, иметь свой. И все, глаза загорелись. Но в первый свой сезон я катался, ну, как и, наверное, многие, так вокруг дома, по парку. Но очень быстро как-то произошло то, что я как бы совсем не ожидал. То есть подальше, на весь выходной. Вот как бы люди выходят провести какое-то время выходной, там, с семьей или с друзьями. А тут вот выходят люди с велосипедами провести выходной. Ну, и там 30 километров, 40 километров, 50 километров. Сейчас это уже профессиональная экипировка, новый удобный велосипед, ботинки и обязательно шлем. Случайности, не случайные. И Михаил рассказывает, что на скорости в 40 километров любая ямка, почти канава. И вот сейчас мы дойдем до этого момента, где я сломал ребро. То есть дорога знакомая, как бы не раз я ее проезжал, но вот в какой-то момент потерял бдительность, как бы не заметил, вовремя не заметил, что там когда-то несколько лет назад вроде бы какую-то траншею рыли, потом вот оптали. И она, даже издалека ее не видно, вот этот холмик поперек, тропинки, на которой едешь со скоростью около 40 километров в час. Ну, в общем, я нормально так оторвался от земли. Естественно, контактов у меня тогда еще не было, контактные педали, которые позволяют мне терять велосипед. А тут я его просто потерял. Вместе с велосипедом параллельно друг к другу летим. Вот как-то так вся жизнь проносится перед глазами. Вот как бы, вот бывают такие случаи от них. Поэтому шлем, без шлема кататься нельзя. В городских джунглях каждый сам за себя. Перечитывать правила никто не любит, а между тем помехи на дорогах создают и те, и другие. Война между водителями и велосипедистами в Саранске неявная. В Мордовии не так много пробок, и велосипедистов на душу населению раз-два и обчелся. Поэтому есть даже намек на дружелюбие. Михаил Радеев за полное взаимопонимание. Есть определенные правила. Правила дорожного движения. Не все их знают. Сколько даже если вы катаетесь на машине, у вас есть машина, то пересаживаясь на велосипед, это совсем другое. Но правила нужно соблюдать. А для велосипедов ничего не предусмотрено. Движение по тротуару сейчас запрещено. Движение по проезжей части – это экстремальность. Для человека, который даже, допустим, ездит на машине с большим стажем. Поэтому нужно, значит, метр от бордюра, не дальше. Но тут ливневки. Их раз и объехал. А тут Газель едет рядышком, которая совсем не думает о том, что велосипед нужно объезжать тоже минимум на метр от него. И вот такое движение воздуха может сыграть очень злую шутку. Но если так у нас, конечно, можно, кто быстрее на машине по городу или на велосипеде, то велосипед все-таки обгонит те же светофоры. И движение на велосипеде по городу – это всегда какие-то исключения. Неисправил. Нужно иметь голову под шлемом, чтобы понимать, что если уж исключения из правил какие-то происходят, то не нужно создавать экстремальную аварийную ситуацию. Ладно только для себя, а вот для других. Пересесть с авто на велосипед сейчас модно. В погоне за здоровым образом жизни, а может и ради тех самых детских впечатлений и эмоций, десятки людей летом стараются передвигаться на двухколесном транспорте. Заодно и экологию поддерживают. Может, у кого-то не хватает сил броситься сразу в километровые пробеги по Мордовии, но до работы доехать уже плюс к карме. Мы стали чаще видеть тех, кто хочет быть свободнее, не стоять в пробках и срезать дорогу где короче. Я ими двигал в том каком-то 2007 или 2008 году. Я помню, у меня тогда вот второй стелс был такого сертистого, очень красивого цвета. А ездил я тогда во всем белом, потому что белый видно издалека даже вечером. Вот сейчас вот как-то вот расцветка такая тоже боярче, но здесь много черного. И я видел эти вот головы, которые летом в жару так хорошо сворачивают из крутых внедорожников в мою сторону. Но что ими потом движет, я не знаю, у меня крутого внедорожника нет, я их понять не могу. Но тем не менее интересные велосипеды такие, какие-то гламурные, очень дорогие в нашем нынешнем магазине. Они, в общем-то, куда-то расходятся к этим людям или еще куда-то. Есть ли у велосипедистов какое-то тоже свое такое сообщество, которое помогает друг другу, как, например, у автомобилистов? Да, конечно. И более того, вот группа ВКонтакте, например, под названием «Велосаранска», она достаточно живая, и движуха там происходит, и люди там пересекаются именно. Есть барахолка, там что-то кто-то продает, меняется, есть обсуждение «покатаемся», кто-то пишет, куда-то поехал, сразу же находится. Это все очень давно, то есть когда в 2006-м покупал велосипед, это уже было. Но там было тогда человек 30, может быть. Сейчас не помню сколько, много. Ну там 300 больше, больше 300. Да, вот как-то так. И тогда у нас уже складывались какие-то определенные вечерние традиционные покатушки. Но сам организатор этой группы, он сейчас в Москве, который, собственно, и дал мне прокатиться на первом велосипеде давным-давно. И сейчас у нас пятничная, самая знаменитая, самая традиционная уже, третий или четвертый год, вечерняя пятничная покатушка. Я приехала в пятницу на место сбора любителей велосипедных прогулок, чтобы задать вопросы и своими глазами увидеть этих людей. Шел дождь, и, честно говоря, я не надеял застать там больше 10 человек, но, может, только самых отважных или отмороженных, в самом хорошем смысле слова. Оказалось, их действительно много. Тех самых, кому крутить педали, милее, чем тупо сидеть в барах или дома, на диване. На самом деле, тут мне хотелось увидеть влюбленную пару. Мне о них рассказали сами велосипедисты. Катались вместе. Она из Розаевки, он из Саранска. Но герои скромные люди и отказались участвовать в съемках. Зато я нашла Сергея. В свое время врачи сказали ему купить велосипед. С тех пор о болячках он забыл и может без труда проехать 200 километров в день. С тех пор о велосипеде только так. Велоспорт – это религия. Мы как бы путешествуем на велосипедах. Время от времени. А что это за путешествия такие? Как кто? Вот, ребята, в Саранск собираемся и едем куда-нибудь. Например, вот ребята ездили в Черногорию, Карелию проехали. Белоруссию в том году посещали. В Израиле были. На Байкале. В Саранске и Розаевке таких увлеченных около тысячи. Когда такая масса народа хочет общаться, сложнее всего организоваться и перечитать правила. Но тут уж кто сильнее – разум или ветер в голове. Обычно люди задумываются об этом лишь после падения. В принципе, у меня тоже так было, что после падения головой врезался в дверь машины и приобрел шлем. Они разрабатывают маршруты, находят самые красивые места в регионе и далеко от него, и делятся своими впечатлениями, живыми эмоциями. Мы стремимся ведь ради эмоций. Ум, который считает, что сколько у нас денег, какая у нас машина, что велосипед, кстати, тоже может стоить дороже машины намного. Но эмоции-то, они ведь тоже самые детские эмоции, как пример. То есть мы же не знали тогда, нам было абсолютно все равно, сколько он стоит. Главное, чтобы он ехал, чтобы чувствовать ветер, чтобы чувствовать скорость, обогнать кого-то. Вот что главное. И это нужно всем в любом возрасте, вот это чувство жизни. Поговариваю, что в России, по аналогии с Европой, тоже скоро проложат велосипедные дорожки. Парковки для байков кое-где уже появились. Только будет ли это знать, что велокультура станет такой же распространенной, как, например, тренажерный зал или бали по субботам? Поживем, увидим своими глазами. Этот и другие выпуски программы смотрите на сайте инфо.рм и в официальной группе нашего канала ВКонтакте. Я жду ваших идей, новостей и комментариев. Увидимся!